В терминале можно выполнять не только программы, которые установлены в системе, но и, например, те, которые мы скачали из интернета или написали сами. Например, у меня есть небольшая программа, которую я сам написал. Чтобы ее запустить, мне нужно зайти в директорию сайта программы и выполнить следующую команду. .slash, имя программы и enter. То есть почти так же, как и встроенную, но надо добавлять точку слэш. Либо я могу указать полный путь для этой программы, нажать enter, и также она запустится. В этом случае даже не обязательно заходить в директорию, где она находится. Давайте покажу это в терминале. Пусть у меня есть небольшая программа currentTime.py. Чтобы запустить ее, я ввожу точку слэш, currentTime.py и нажимаю enter. Она выводит текущее время на экран каждую секунду. Как и любую другую программу, ее можно приостановить при помощи стычной клавиши ctrl-z. Теперь мы можем ее запустить как в фоновом режиме, так и в основном. Запустим фоновом, она продолжит печатать время на экран. При этом терминал остался доступен, я могу вводить команду, например, pwd, чтобы узнать путь до текущей директории. Чтобы остановить программу, нужно вернуть ее в основной режим. Для этого наберем fg, и теперь можем нажать сочетание клавиш ctrl-c. У меня есть еще одна программа, которая называется currentDate onTime.py. Однако, если попробую ее запустить, терминал сообщит на ошибку, превышен динайд. То есть не имея права запускать эту программу. Самые внимательные из вас, наверное, обратили внимание, что эти две программы подсвечены разным цветом в терминале. Но даже если бы наш терминал не отображал цвета, мы все равно могли бы увидеть отличия, если бы набрали команду ls-la. Дело в том, что у программ, которые выполнять можно, есть свойство x от слова executable, а у тех, которые выполнять нельзя, этого свойства нет. Хорошая новость в том, что мы можем добавить свойства исполнительности к большинству программ. Чтобы сделать это, нужно ввести команду chmod плюс x, то есть добавить x, executable, и именно программу, которую мы хотим сделать исполнительный. Например, currentDate onTime.py. Добавил это свойство. Теперь она тоже стала зеленого цвета. Можем проверять, что свойство x у нее появилось. И можем ее запустить. Давайте попробуем запустить ее с использованием абсолютного пути. Копирую путь. И добавляю к нему currentDate onTime.py. Программа запущена. И выводит не только время, но и дату. Естественно, эту программу также можно запустить сразу в фоновом режиме с использованием амперсанта. Теперь, чтобы прервать ее, при помощи fg вернем ее в основной режим и нажмем Ctrl-C. В этих программах, естественно, нет крестика в углу экрана, поэтому, чтобы их прервать, всегда нужно использовать сочетание клавиш Ctrl-C. Важное замечание в том, что не любую программу можно сделать исполняемой. Например, если у нас есть просто test.txt, обычный текстовый файл, я могу сделать chmod plus x test.txt, и он также станет зеленым. Однако, выполнить эту программу я не смогу, потому что это обычный текстовый файл. Терминал сообщит мне, что он не может найти команду hello, потому что такой команды не существует. Поэтому делайте исполняемые только те файлы, которые действительно являются программами и могут исполняться. Субтитры создавал DimaTorzok